Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия, я Александр Манек. И сегодня мы с вами поговорим о такой волшебной купюре, как 2 доллара США. Поехали! 2 доллара США это уникальная купюра, с которой связана не только очень интересная и богатая история, но еще очень много мифов, легенд. Сегодня я вам про них расскажу. Друзья, не только иностранцы, но и многие американцы на полном серьезе думают, что 2 долларовая купюра не является ходовой. На самом деле эта купюра абсолютно не вышла из оборота. Вот эту вот пачку, 200 долларовая пачка, по 2 доллара, 100 штук, я купил в Америке в 2018 году. Купил ее в банке за 200 долларов. То есть никаких проблем у меня это не составило. Хотя всех друзей, которых я до этого просил, говорят, что это сделать нереально. Многие думают, что эта купюра вышла из оборота, но это не так. Они выпускаются до сегодняшнего дня, являются платежным средством. Почему же банкнот 2 долларовых так мало? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы немножко с вами заглянем в историю. 2 доллара – это традиционная купюра, которая выпускалась практически на протяжении всей истории выпуска американских денег. Первые 2 доллара выпустили в 1862 году. В этот год, в этот день купюра была впервые напечатана наравне с 1-долларовыми купюрами. Сейчас я вам покажу на экране, как выглядела эта купюра образца 1862 года. В 1966 году выпуск был приостановлен на целые 10 лет. И поэтому, когда через 10 лет в честь 200-летия независимости США была выпущена серия купюр, то они разлетелись моментально, так как народ думал, что это временное явление, и эти деньги осели у коллекционеров. Поэтому эта купюра немножко реже, так как она печаталась примерно 1% от общей суммы основных денег, которые печатались на монетном дворе. Друзья, многие купюры стоят гораздо дороже своего номинала. Это также интересный предмет коллекционирования. Даже современные купюры, которые выпускались, как вы видите, в 2003 году, в 2009, в 1995 году, все эти купюры имеют абсолютно разную серию, разные номера. И коллекционеры коллекционируют, чтобы собрать все эти номера, все виды серий. Но также есть интересные года у купюр, которые ценятся коллекционерами, за которые можно получить хорошие деньги. Какие же 2 доллара представляют особый интерес для коллекционеров? Какие 2 доллара стоят дорого? Ребят, прежде всего, естественно, старые, которые выпущены в 1862 году, достать их очень трудно. Но они стоят, скажем так, бешеных денег. Иногда достигают до 30 тысяч долларов за купюру, в зависимости от того, каким двором они были выпущены. Банкнота 1874 года также стоит дорого. А в следующем году, допустим, в 1975, вне зависимости от ее вида и от ее серии, монета достигает от полторушки долларов до 18 тысяч долларов за купюру, в зависимости от ее состояния. Дальше. Банкноты радужной серии. Там, где купюра была очень цветастой, это 1869 год. Она также была продана на аукционе, больше 30 тысяч долларов. Среди коллекционеров практически 2 доллара 2009 и 2013 года не представляют никакого интереса. Их можно продать за 3-4 доллара, так как все равно эта купюра немножко реже, чем остальные. Банкнота в 2 доллара 1976 года. Она оценивается примерно в 10 долларов. А те самые купюры с марками и печатями, которые выпускали в 1976 году, они могут достигнуть 30 долларов. Дальше, ребята, двойной доллар серии 1880 года. Также продается на аукционах больше 30 тысяч долларов. Поэтому их тоже интересно пересматривать, интересно смотреть. И купюра в 2 доллара 1917 года. Она оценивается от 200 долларов до 1000. Также зависит от ее состояния. Купюра в 2 доллара. Она одновременно имеет как интересную такую загадку, славу. Из-за того, что она редкая, многие считают ее счастливой, кладут ее в кошельки, считают, что если ты получил на сдачу 2 бакса, то тебе будет фартить и финансовое положение наладится. А некоторые американцы, наоборот, думают, что 2 доллара это признак чего-то плохого. Потому что 2 баксами часто рассчитывались в борделях, делали ставки, подкупали избирателей. То есть считается, что у этих денег плохая слава. Но, как показывает практика, у нас, у меня все эти купюры в продаже, я их продаю. И люди их кладут в кошельки на счастье реально. То есть вещь интересная. Мало того, здесь очень красивое подписание декларации независимости США в 1776 год. Вот, мне эта купюра лично очень нравится. И теперь, когда я их беру в банки в Америке, я всегда смотрю, чтобы они были не одного выпуска, то есть красивые все 2003 года. Нет, я смотрю, чтобы они были разные. И даже не важно, что у них состояние потрепанное, но здесь очень много разновидностей и очень много коллекционеров у меня их покупает. Друзья, обязательно напишите мне в комментарии, попадались ли вам интересные, дорогие купюры в 2 бакса. Если у вас есть какие-либо старые деньги, я у вас их обязательно куплю, помогу их продать. Пишите мне на Viber. И скажу вам такой прикол, что даже в Америке у меня купили несколько купюр, когда увидели у меня целую пачку дороже своего номинала. Люди, америкосы, они купили и положили себе на счастье в кошелек. Поэтому, друзья, вот такая интересная купюра, хотя сами вы знаете, что на курортах Египта или Турции эти денежки можно получить один к одному на сдачу без всяких проблем. То есть кто-то их ценит, а кто-то считает, что это обычная денежка. Я надеюсь, что данный ролик вас улыбнул, стал вам полезен. Пожалуйста, не поленитесь, поставьте лайк под видео. А я буду снимать для вас еще более интересный контент. Увидимся! Саня, 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 саня.